Азамат Свою 35-летнюю жизнь заново На каждой интересной книге Значит, за лето я застрял так же, как и планировал На Дао Тойота Я не только книга Люб, я, оказывается, еще и однолюб В этом смысле И вот как я ушел в эту книгу А я Исаия Калашникова прочел 13 раз Из них 9 раз подряд Не знаю почему Там очень сложные, интересные монгольские имена Первое, что зацепило Второе, это исторические сведения А третье, это глубокий опыт самого предводителя Ну и также вот у меня в этом опыте Произошел хороший встречный перекрест Мнений с создателем Тойота корпорации Не то, чтобы машина была интересна Сколько родословная всей этой великой марки Ну, в общем-то, ладно Мы с вами здесь Для того, чтобы понимать, что мы будем читать в следующем Нашем с вами читательском сезоне Здесь у нас потрясающие гости Некоторые есть обновления Здесь есть регламент Регламент нам с вами позволяет слушать спикера 15 минут Спикер за эти 15 минут презентует свои три любимые книги Либо три для себя новооткрывшиеся книги После у нас общая фотосессия Как только три спикера выступают И мы с ними уже можем детально разбирать Отдельно взятую тему Либо в общем впечатление Главное помним Здесь мы не стесняемся Здесь мы все единомышленники Это единственное место в Казахстане Где мы живем без гаджетов И мы от них здесь независимы Хотя бы какие-то полтора часа в жизни Мы друг друга лайкаем глазами Аплодисментами и вопросами Как только спикер выступает Не надо стесняться Обозначиваемся рукой И начинаем задавать свои вопросы Я буду между вами здесь модератором Ну и где-то с вопросами помогать Что мне нравится в нашем сегодняшнем собрании Во-первых, есть маленькие нововведения Появился метод Парада Али Это когда я вам всем представляю сегодняшних спикеров Не сольно, как это было прежде А сразу в нашем тройничке А этот тройничок — это единая связка Очень авторитетных людей Которые сегодня нас будут с вами вдохновлять Известная телеведущая Пресс-секретарь Министерства юстиции Основатель телелаборатории SS Lab Санди Султан сегодня с нами Потрясающая Замечательная, великолепная И это все вам скоро предстоит узнать Один из самых молодых и успешных предпринимателей Казахстана Основатель языковой школы RocketStory Это Арслан Даримов сегодня присутствует Здравствуйте, Арслан, спасибо Спасибо, что нашли возможным и сочли нужным Автор, фрилансер, создатель блога I beg you Или I book you I book you — это книжный портал, насколько нам всем известно И очень хорошо, что вы являетесь его создателем Книжный блогер Шарипова Марина Аскаровна Здравствуйте Здравствуйте Вот кому сегодня адресуется наше любопытство Поскольку мы все любим читать Мы, естественно, любопытные в меру люди Так как мы, в силу того, что мы начитаны, мы умеем анализировать Вот с этого сегодня и начнем Очень приятно видеть сегодня новые лица за объективами Появились узнаваемые фотографы Появились хорошие старые добрые друзья Вы знаете, столько миновало поколений А книги по-прежнему нас объединяют Поэтому давайте-ка теперь выслушаем первого спикера Регламент нашей встречи, как и всегда, это 15 минут Я нажимаю вот здесь на этот коварный планшет Единственное из того, что не книжное присутствует И начинается наша с вами хорошая презентация Санди Султан, прошу Так как мне накануне только сказали, что вечером Что будет сегодня такая замечательная встреча Я ее откладывала трижды Прошу прощения, что не могла никак прийти Найти время Сегодня тоже у меня в 3 часа, на самом деле В 4 часа начинается урок В телелаборатории по субботам-воскресеньям Где мы занимаемся ораторским искусством Постановкой голоса, дыханием Развитием дикции Я готовлю будущих телеведущих, журналистов, спикеров, ораторов У меня учатся политики, бизнесмены, юристы известные, экономисты Домохозяйки, которые приходят и говорят Я хочу научиться говорить тост Потому что когда мне предоставляют слово, а у меня большая семья Я теряюсь и не могу ничего сказать То есть приходят даже такие девочки ко мне Я очень счастлива, что уже более трех лет занимаюсь этим преподаванием Преподавательской деятельностью Работаю 6 лет советником министра юстиции Пресс-секретарем этого ведомства 15 лет на телевидении Начинала свою карьеру на телеканале КТК В 2002 году Сегодня веду новости на телеканале Астана в 20.30 Можете на следующей неделе меня посмотреть Это некий такой мастер-класс в прямом эфире для моих учеников Кстати, про прямой эфир Каждая телеведущая Она всегда рассказывает один и тот же страшный сон Как она опаздывает на эфир Настолько я вчера себя запрограммировала Что я обязательно должна быть сегодня с вами Что мне сегодня приснился сон Что я опоздала на эту встречу Представляете? А нам все время профессиональный такой Когда работаешь в прямом эфире Все время снится один и тот же сон Ты опаздываешь на прямой эфир Рассказать о самых главных интересных событиях в стране и в мире Конечно, это самый страшный сон Но сегодня я счастлива, что не опоздала, что мы вовремя приехали Ну и по-казахски начинаем, конечно Что я хотела вам рассказать сегодня о книгах, которые изменили мою жизнь Наверняка я вам не открою Америку, да? Рассказав о книге Паула Куэльо «Алхимик» Наверняка все ее читали Какую роль она сыграла в моей жизни? В 2002 году она появилась только весной 2002 года Я ее прочитала буквально там за один день, по-моему, прочитала И самая главная мысль, которую я там уловила Если ты по-настоящему чего-то желаешь То это желание зарождается в душе Вселенной И вся Вселенная помогает исполнить это желание Правда? Слышали такое, да? Вот в тот момент я подумала, о чем я мечтаю Чего бы я хотела добиться в этой жизни Тогда у меня уже рос сын Ему было 6 лет Сейчас ему 22 года Кстати, дочери моей 3,5 года Мама двоих замечательных детей И на тот момент я подумала о том, что, в принципе, я достаточно счастливый человек У меня есть все И, наверное, для моего статуса Для того, чтобы мой сын гордился мной Для того, чтобы осуществить свою детскую мечту Я подумала о том, что я хотела бы работать в телевизоре Как мы говорили в детстве Правда же? И я загадала это желание И отправила его в космос Исполняться В течение месяца Вы не поверите Меня пригласили на телеканал КТК На телеканал КТК То есть я на тот момент училась в юридической академии Была совершенно далека от телевидения Работала в одном из модных бутиков Алматы Я переехала сюда 10 лет назад из Алматы И загадала это желание Руководитель, председатель совета директоров Известный российский медиа-менеджер Сергей Викторович Клещенков Оказался в нашем бутике Я показала ему нашу коллекцию Рассказав о ней все подробно И он оставил мне свою визитку Предложив работать на телевидении Одновременно с этим было предложение Работать в Кастрансгазе юристом И еще одно было хорошее предложение Но я выбрала все-таки телевидение И сегодня я понимаю, что сделала очень правильный выбор И благодаря, наверное, в том числе и этой книге Которая помогла быстрее реализовать свою детскую мечту На телевидение я пришла достаточно поздно В 27 лет Хотя многие мои ровесницы Айгуль Мукеи, Лязат, Муратовна Танцпай Которая сегодня является генеральным директором телеканала «Астана» Куда она меня пригласила работать в новостях Они на телевидение пришли в 17 лет И школу почему я решила открыть? Ну, получается, юристом я работаю, да, и пресс-секретарем Журналистом работаю в Министерстве юстиции И получается, что все мои вот эти должности Они помогают мне использовать все мои опыты и знания Для успешной реализации себя как личности, естественно, да И делиться своим опытом, делиться своими знаниями С огромным удовольствием, что я делаю На каждую работу я хожу с радостью И с гордостью возвращаюсь оттуда Поэтому я всем искренне желаю Самое главное — найти свою работу Любимую работу И работать только там, куда душа лежит, куда душа тянется Это самое главное И получать удовольствие огромное от того, что вы работаете именно в этой структуре Потому что благодаря вам, именно вам Проводятся какие-то там мероприятия Проводятся какие-то встречи Реализуются огромные интересные проекты Только благодаря вам Это, конечно, дает огромную и энергию И желание добиваться еще большего и большего Вторая книга, о которой я хотела бы рассказать Я попытаюсь уложиться в 15 минут Вообще я могу говорить 2 часа, но это пролетает как 5 минут обычно Попробую в 15 уложиться Вторая книга, которая, конечно, в детстве еще Когда я была подростка, мне было 15 лет Я прочитала «Унесенные ветром» Скарлетт О'Хара И там главная фраза, которую мы постоянно слышим, читаем Которую она произносит «Я об этом подумаю завтра» Вы знаете, что сегодня благодаря вот этой фразе Я, в принципе, наверное, достаточно умиротворенный, спокойный человек И у меня не бывает депрессии Я не знаю, что такое депрессия Потому что мне некогда депрессировать И я считаю, что любую ситуацию можно решить И когда ты заходишь в студию, переступаешь порог студии И ты знаешь, что у тебя есть полчаса прямого эфира И моему телезрителю, в принципе, все равно, что происходит в твоей жизни Профессиональной, личной Какие у тебя там проблемы Я просто должна прийти в каждый дом и рассказать Интересно рассказать о главных событиях в стране и в мире Поэтому эта фраза «Я об этом подумаю завтра» Она очень хорошо мне помогает Я этим и делюсь со своими ученицами всегда Чтобы они тоже ко всему относились так А на завтра, ну вот есть русская пословица «Утро вечера мудренее» Тоже же не зря придумано А на завтра эта проблема не такая глобальная, как казалось накануне Поэтому все нужно отпускать И я думаю, что Всевышняя и Небесная канцелярия сама знают Что вам нужно дать, а что нужно вас забрать И все эти потери, наверное, они тоже нужны для того Чтобы получить что-то большее в жизни Ко всему вообще надо относиться позитивно Все, что не делается, все к лучшему В любом случае будет хорошо Если еще не хорошо, значит это не конец, как говорят Третья книга, которую я сегодня читаю Называется «Утерянное искусство красноречия» Учитывая, что я работаю со многими спикерами Конечно, я это вижу Я вижу, чего не хватает молодым девушкам Вижу, чего не хватает состоявшимся личностям Которые не могут себя преподнести В силу того, что они очень зажаты Не уверены в себе Почему это происходит? То есть я, знаете, вот любое мероприятие Когда начинаешь, ты интуитивно чувствуешь Как работать с этой аудиторией У меня была аудитория, 150 человек, волонтеры Перед открытием экспо, международной выставки нашей Я выступала там в 4 часа дня А ребята сидели там с 9 утра И мне организаторы говорят Вы извините, аудитория очень вялая Они уставшие, они с 9 утра сидят Им уже скучно, им это И я понимаю, что все, поняла я Дело в том, что спать на моих уроках, мастер-классах Это невозможно, потому что я стараюсь поработать с каждым из 150 человек Даже на последнем ряду я должна его зацепить Я его должна привлечь внимание Есть такой очень хороший тренинг Могу с вами поделиться, если хотите Называется волшебный шарфик Такой виртуальный шарфик Это российский бизнес-тренер сегодня, журналист, телеведущий Антон Хреков когда-то научил меня этому Когда ты заходишь в студию Ты держишь в руках шарфик такой Некий шарфик между тобой и твоим телезрителем Между тобой и твоим собеседником Между тобой и твоим слушателем Всегда должен быть такой виртуальный шарфик И каждым словом, каждой интонацией Ты должна его наматывать на руку То есть понятно, для того, чтобы держать аудиторию Нужно, естественно, вот над этим работать Но это сразу не приходит Конечно, лучшими спикерами, лучшими телеведущими Которые сегодня работают на региональном телевидении На республиканских телеканалах Они очень долго над собой работали Я работала до выхода в эфир на телеканале КТК Я работала три месяца только занималась ораторским искусством Поэтому, конечно, надо очень много читать Читать вслух Все новости, которые вы, даже если вы планшет открываете Посмотреть, что происходит Какие новости вы хотите Ленту новостей читать вслух Можно читать перед зеркалом Отрабатывать свою мимику Это все, естественно, приходит со временем Только ваша уверенность в том, что вы выглядите хорошо Что вы правильно излагаете свои мысли Только это будет давать в первую очередь Ну, естественно, да Голос, дыхание, дикция Будет вкупе давать вам уверенное, хорошее выступление Независимо от того, сколько людей у вас будет сидеть в зале Вот, и там, значит, я какую фразу Вот очень хорошую такую прочитала Мне вообще ученики очень много книг дарят Вот «Утерянное искусство красноречия» Его как раз написал известный американский спичрайтер И он пишет о том, что любое мероприятие, любую встречу Если вы выступаете третьим, четвертым спикером И вы видите, что аудитория уже уставшая То нужно ее начинать с какой-то удачной шутки Ну вот я обычно как начинаю, да Меня зовут Санди Султан, мне 42 года У меня есть сын, ему 22, дочке 3,5 Ну и как показывает практика, я в 20 лет один раз хожу в роддом Больше к врачам я не обращаюсь никогда Что нужно делать для того, чтобы к этому прийти Это, конечно, интересно всегда девушкам Я вижу сейчас ваши улыбки, заинтересованный взгляд Вот именно с этого я обычно начинаю свою речь, свое выступление Соответственно, у людей уже появляется интерес Они начинают за тобой наблюдать, смотреть и учиться чему-то Так, 11-12 минут Для того, чтобы ваши дети читали У кого есть дети? Вот, так, у Марины Так, хорошо Вот говорят, для того, чтобы Нужно не детей воспитывать, а себя воспитывали Слышали такую фразу, да? То есть, если вы хотите, чтобы ваши дети читали книги То вы сами должны читать Я себе поставила такую цель, что я В день обязательно час должна уделить на чтение книг Выключаю смартфон Все, чтобы он меня не отвлекал Я читаю Дети это видят Естественно, тоже у нас очень много книжек детских для дочери Которые тоже по картинкам уже рассказывают эти сказки Ну, на нее это не очень хорошо периодически влияет Потому что, когда я ей говорю Айси, собери игрушки Она говорит Ты что, мачеха, что ли, заставляешь меня работать? Начитавшись золушки Ну, и как показывают сказки все наши Почему-то белоснежки мачеха У золушки мачеха, да? Который заставлял ее работать всегда То есть, ребенок уже делает из этого вывод Что ее заставлять работать нельзя Ну, и, естественно, сын, который тоже должен все время читать книги Изучать языки Выступать Сочинять песни Это очень помогает Когда речь богатая То, соответственно, это всегда будет придавать вам уверенности Я, в принципе, не готовилась к этой встрече Но я знала всегда, что я вам расскажу Пока ехала в машине, я придумала о том Что я расскажу свой сон Который я видела сегодня И это тоже наверняка Вот для сегодняшней встречи Это нормально, что я вам это рассказала В разных ситуациях, конечно, по-разному начинаешь выступление Но в этой книге «Утерянное искусство красноречия» Она как раз спичрайтер пишет о том Что нужно начинать с этой шутки Нужно заранее продумывать свой текст Текст, на котором вы работаете То, как вы будете выступать Будет зависеть от того, что вы будете говорить Всегда нужно работать над текстом Если я работаю с чиновниками Я, естественно, их тексты переписываю Им пишут обычно таким канцелярским языком Вы понимаете, да? Осуществляющие деятельность, являющиеся То есть эти все депричастные обороты Можно убирать и текст на два листа Можно сократить до двух-трех абзацев Этого будет достаточно И когда спикер говорит, что все прошло лучше, чем я предполагал То, конечно, вот это очень дорогого стоит И вдохновляет идти к тебе дальше Дальше Если есть вопросы, я готова ответить Какие книги? Ну, вот насчет героев литературных У меня сестра, например, вот Азамат говорит, 15 раз одну книгу перечитывает У меня сестра все время перечитывает Граф Монте-Кристо и Шерлока Холмса «Приключения» Но это два героя, которые, конечно, у нас развивают логические мышления Аналитические умы должны все время думать, как они Но Монте-Кристо, конечно, он тоже заслуживает огромного уважения И следить за его мыслями, как он мог из той ситуации выбраться и стать таким человеком Это нужно иметь, конечно, очень большой особенный склад ума, я бы сказала Поэтому это такие герои Какие еще герои? Ну, «Маленького принца» наверняка тоже читали Книга, которую любит мой экс-министр юстиции Да, в интервью он именно об этой книге сказал Тоже учит Хорошая сказка, счастливым концом О чем хотели бы спросить, я готова ответить Да, давайте О, я в 15 минут уложилась, Азамат, видите? Я себе поставила такую цель до 45 еще одну лялечку родить Тем более дочка уже заказала Все? Все? Есть вопросы, нет? Я напоминаю, друзья мои, если есть вопросы, то мы к ним вернемся, когда у нас состоится общая фотосессия Вот там мы можем уже приватно свои некоторые моменты адресовать Я вместе с вами слушал И вот единственное, о чем я, пожалуй, пожалел, Санди Я пожалел о том, что вы не пишете книги, правда? Да? Потому что вся вот эта презентация, это как одна большая, нужная и очень полезная книга Вы знаете, в чем было зерно всего этого спича? В том, что вы произнесли главное перед лицом наших друзей Что идеальная работа – это высокооплачиваемое хобби А этого, по-моему, добиться можно только чтением За это вам огромное спасибо Благодарю вас, благодарю за приглашение Очень хорошая, теплая аудитория Спасибо большое Желаю вам успехов и найти именно ту работу, которую вам будет по душе Спасибо Это вам огромное спасибо Присоединяйтесь к нашей дискуссии далее Поскольку теперь уже речь пойдет о, может быть, не то чтобы меркантильных Но, так скажем, современно нужных рычагах для каждого из нас Ведь все мы видим себя и по ту сторону успеха в том числе А вот как это все достигается путем чтения Об этом и из первых уст, как мне думается Поскольку сегодня нам с вами посчастливилось Я изначально понимал, что сегодняшняя суббота знаковая Мы долгое время, кстати, вели рейтинг самых успешных дней для проведения нашего собрания И вы знаете, дайджест возглавляет все-таки суббота Потому что день, который после пятницы Только для нас может быть таким интеллектуальным Таким целеустремленным, таким интересным Потому что пятница Астана проживается в другом формате Но мы здесь Один из самых молодых и успешных предпринимателей Казахстана Основатель языковой школы Ракетстари Это наш уважаемый Арслан Даримов Здравствуйте, Арслан Спасибо, что с нами Прошу Здравствуйте, добрый день Спасибо, что пришли Приятно со всеми познакомиться Для начала я хотел бы о себе рассказать Меня зовут Арслан Даримов Начал вообще заниматься какой-то проектом Или вообще проектной деятельностью Предпринимательской деятельностью Где-то с детства Самому где-то 7-6 лет Это когда родители начали воспитывать такой капитализический взгляд на мир Ну и в конечном итоге Когда я определился с конечными проектами, которые хочу развивать Это непосредственно Rocket Study Когда я в 17 лет обучался в школе еще Я понял то, что определенные вещи, которые мне нужно сделать Внедрить в процесс образования И мне очень такое видение свое сложилось Как это должно быть И сейчас мы потихоньку это реализовываем На текущий момент у нас Я занимаюсь этим проектом уже 3,5 года Официально 3 года Мы начали просто обучать английскому языку Подготавливали к международным экзаменам Самый лучший результат был то, что Одна из наших учениц поступила в Гарвард университет Это самый топовый университет мира Тем более на грант Ну и в конечном итоге мы начали открываться по всей Астане Сейчас на текущий момент у нас насчитывает 9 филиалов по всей Астане И мы дальше планируем развиваться в другие города Казахстана Сегодня я хотел бы поговорить не о художественных книгах Не о том Последнее время я в школе только читал последний раз художественные книги А все это остальное время я читал более такие практичные Теоретические книги, которые направлены больше на бизнес Теоретические книги, которые направлены больше на бизнес На саморазвитие, на спорт Ну и в целом такой ежедневной бытовой жизни Первая книга, о которой я хотел бы рассказать Это книга Питера Тиле Он малоизвестен вообще Сейчас на текущий момент он сильно развивается Человек Он где-то ему лет 40, наверное почти 40 лет Все, наверное, слышали про Илона Маска, да? Кто знает Илона Маска? Можете поднять руки, пожалуйста? Окей, он сейчас довольно стал популярным Из-за того, что из-за SpaceX, Tesla машины и так далее Так вот, Питер Тиле — это его бывший партнер По компании PayPal Который осуществляет онлайн-транзакции Для всех, получается, e-commerce проектов То есть eBay и так далее Их проект купили потом Когда они еще через буквально 3-4 года После основания или 5 лет Купили за целый миллиард долларов, получается Ну, соответственно, Питер Тиле написал книгу От нуля к единице Как создать стартап, который изменит будущее Вообще, в целом, книга описывает Начиная с прелюдии такого Что в будущем следующего Билл Гейтса не будет Марка Цукерберга тоже не будет И вообще людей, которые создали И принесли новшество Что-то новое вообще в бизнес-индустрии Новую сферу открыли и так далее В целом, эта книга гласит о том Что нужно создавать Не копировать, а нужно создавать Новые модели бизнеса И даже те, которые существуют уже компании Не факт, что они еще продержатся Это мы видели на примере Кодека Все знают же компанию Кодек Сейчас этой компании не видно вообще Не слышно и они обанкротились Соответственно, он об этом и тоже рассказывает Он рассказывает о устаревших бизнес-моделях И то, что сейчас на текущий момент Apple, к примеру, она вроде бы инновации создавала В сфере телефонов, в сфере компьютеров и так далее В сфере планшетов Но на текущий момент она никаких инноваций не создает Они двигаются от единицы к двум От двум к трем и так далее То есть модернизируют существующие вещи Но никакой инновации не создают И, соответственно, он говорит о том То, что даже огромные прибыли Не должны впечатлять нас Потому что это скоро закончится Потому что нужно новые создавать инновации И то, что такие компании-гиганты Как Apple и Google Должны именно вкладываться в инновации Возьмем пример даже компании Google То, что у них огромная прибыль Там около 60 миллиардов долларов Приходит с одной вещи Это Google AdWords С рекламы только приходит Но многие, получается, у них очень много проектов Google X называется, которые там разные секретные проекты Создают, вы, наверное, слышали Google Glass, Google Maps Которые абсолютно прибыли не приносят Которые абсолютно неприбыльные Но в конечном итоге они для чего эти проекты вкладываются Ради того, чтобы найти одну ту новую идею Которую изменит мир Ну и в конечном итоге этой книгой есть смысл Заключается от нуля к единице Не было этой сферы И стала она А сейчас на текущий момент что у нас происходит Создаем мы новое кафе Из кафе мы создаем антикафе Из антикафе мы создаем еще что-то И потом мы также двигаемся в ресторанной индустрии Но не было еще создано такой В сфере Хорика Какой-то новой еще идеи Которой до этого не существовало Типа подобие, я не знаю Вот недавно, когда я в Москве был Я увидел новую интересную вещь Они сделали ресторан Это как ресторан одновременно И одновременно как супермаркет Ну типа такого Но на самом деле это тоже Это модернизация существующей идеи Я просто пример вам привел И соответственно Да, он сказал Питер Тильд написал в этой книге То, что Здесь рассказывается о том То, что Копировать проще на самом деле Делать то, что уже существующие миры Как бы, да Делали Но суть в том, что Если мы копируем Существующие модели, к примеру Тот же самый Создать социальную сеть На самом деле это глупо И не принесет никакой Абсолютно Ни славы Ни денег Ну абсолютно ничего Да, может какие-то прорывы будут Но так, в принципе Таких колоссальных Никаких не будет Точно так же у нас и происходит В мире Он рассказывает о предпринимателях Рассказывает о том Что никакой формулы Абсолютно нет успеха И в поисках Даже в начале книги Как бы В предусловии он сказал В этой книге вы абсолютно Никакой формулы не получите Вы просто поймете Я вам расскажу О разных моделях Расскажу о PayPoll Которую мы создали Расскажу о SpaceX Слышали компанию SpaceX, наверное, да? SpaceX, которая запускает ракеты Которые сделают Ну их миссия компании Чтобы просто колонизировать Марс Ну вот такая вот миссия компании Соответственно Он говорит SpaceX больше никакой не будет Такой компании Facebook тоже второго не будет И Билл Гейтса тоже такого не будет Соответственно Нужно создавать новшества Нужно создавать новые инновации В этом и заключается Чтобы ожидать тысячукратный рост Нужно создать что-то новое В этом и гласит Название книги От нуля к единице Не модернизировать существующие модели А создавать новые бизнес-модели Как это показал нам Uber, Airbnb и так далее Почему? Эта книга очень сильно впечатлила меня Потому что я занимаюсь В принципе Деятельностью Которая всем известна И так далее И мы не станем номер один школой И номер один И не поменяем в целом Новшества никакие не внесем Если мы будем только думать о прибыли И не думать о Интересных вещах Которые мы можем принести в образование Вот все мы думаем Однобок К примеру В образовании должно быть Стул, парты, книга и так далее И ручка Но никто не подумал Что вообще может не существовать Таких вещей Только стулья и все Ну и соответственно В этих вещах И находятся инновационные идеи Которых стоит задумываться И которые Разграничивают наш разум И позволяют найти Те идеи Которые реально Революционируют мир Эта книга Очень сильно впечатлила меня И одновременно Немного такое шоковое состояние Я находился буквально неделю После прочтения этой книги До сих пор нахожусь Я до сих пор думаю То что мы ничего на самом деле не делаем Кто-то приходит Постоянно мне рассказывает О новых идеях своих и так далее Я говорю Блин, это же то же самое Блин, это же та же идея Блин, это же уже есть Блин, это же уже есть Но в конечном итоге На самом деле Очень редко Найти Такую То или иную идею Нужно ошибаться Пробовать 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 Ну и в конечном итоге Есть вероятность Такая то Что можно будет найти Следующая книга Это больше Такая Теоретическая книга гипотезами наполнена, конкретных фактов нет, но просто автор описал. На самом деле всем эта книга понравилась, я такие, какую книгу посмотришь? «Гений-аутсайдер», «Гений-аутсайдер», «Гений-аутсайдер». Эта книга такая сильно всех впечатлила, но в конечном итоге эта книга меня тоже впечатлила, но на самом деле автор просто создал новую гипотезу, но на самом деле неподтвержденный факт. Он описал, почему большинство хоккеистов становятся рождены в январе, не в октябре. И он рассказывает о том, почему Билл Гейтс, в чем сходство Билл Гейтса, Бетховена, Моцарта и других иных гениев, которые как-то поменяли наш мир и как-то остались в истории. Самый основной момент, который очень сильно впечатлил меня, он говорит, ребят, нужно фокусироваться на одной вещи, не нужно распыляться, не нужно каждый раз новые проекты начинать, не нужно каждый раз какие-то вещи каждый год. «Ой, мне это не понравилось, на другой перейду», «Ой, это мне не понравилось, на другой перейду». И каждый раз что-то новое стартовать. Это касается, и вообще неважно, это касается и в принципе отношений между людьми. То есть не нужно каждый раз быстро менять отношения, нужно выстраивать очень долгие. И я как утрированно это говорю, нужно жениться на людях. Ну, как бы отношения… Ну и вот, соответственно, это касается и сотрудников, это касается и проектов тоже. Нужно один проект найти и жениться на нем до конца, пока не найдете ту или иную истину. Может быть больно, может находиться вы будете годами или полгода, или плакать, находиться в депрессиях и так далее. Но в конечном итоге не переходить, просто принципиально не переходить, быть быком до конца, доделывать все вещи. Этому, к сожалению, не учат в нашей школе. Почему? Потому что легче скопировать. У чужого в школе по математике один на 20 или на 15 учеников сидит гений, который за весь класс делает все. И нам легче скопировать и просто за счет его знаний дальше вперед пройти. И точно так же у нас и получается, что потом у нас коррупция в стране и так далее. То, что люди любят копировать, воровать и так далее. Ну и, соответственно, здесь момент такой. Все книги говорятся о том, что не надо копировать, нужно свое делать. Свое делать, свое делать. Если вы копируете, то, соответственно, вы не можете дальше созидать и дальше улучшать какой-то той или иной проект. Если вы скопировали идею, то вы находитесь в ступоре. Да, вы заработаете чуть-чуть, или деньжат, или там какой-то славы сиюминутные, но как таково революцию никакой не сделаете. Ну, а у каждого свои разные цели. Так вот, гений и аутсайдеры, самый основной тезис здесь был для меня, опять же, многие там разные вещи прочитали, но для меня это был один тезис. Нужно в одном проекте просидеть, не знаю, не в проекте даже, тех же самых отношений с человеком и так далее, около 10 тысяч часов. А 10 тысяч часов — это примерно около 10 лет. Точно так же после книги я прослушал лекцию в Стэнфорде, и там было сказано, реальный стартап миллиардный делается за 10 лет. Я начал анализировать Теслу-компанию, там показано, компания уже находится, вроде бы недавно она только начала, вы узнаете про Теслу-компанию, то, что они какие-то успехи делают и так далее. О, прикольно, в Ютубе выходят Теслы, там, спорткары и так далее. Но в конечном итоге этой компании уже больше 10 лет. Они недавно только начали успехи совершать. Точно так же можно сказать о компании SpaceX. Тоже больше 10 лет. Точно так же о компании Paypal и так далее. То есть все компании строятся в течение 10 лет. Любая карьера строится 10 лет. Опять же, я не свое виднее говорю, потому что я еще не проработал 10 лет ни в одном проекте, потому что опыта еще недостаточно. Но исходя из книг, исходя из моих лекций, которые я прослушал, и то, что я сейчас планирую делать, это как минимум 10 лет или 10 тысяч часов, если читать по 8 часов в день. Вот умножайте. Вот основной тезис в этой книге. Дальше. Ну, такая лайтовая книга. Две хардкорные книги, которые прям реально загоняют в депрессию человека, начинают его в думки какие-то засовывать. А это такая книга, такая лайтовая, про Олега Тинькова. Он сейчас сильно хайпует в YouTube со всеми своими скандалами и так далее. Кто, если в YouTube пространство анализирует, думает, смотрит. Ну, и в конечном итоге он такая очень интересная личность. Не в пример его ставлю. Просто человек, который просто интересную вещь написал. Я такой, как все, на самом деле. Здесь такое под контекстом, что он не такой, как все. Но на самом деле книга написана очень просто, читается за буквально час-два часа. Такая мини-мотивашка, такой быстрый всплеск эмоций, который позволяет дальше идти. Опять же, все эти книги я читаю ради того, что просто какой-то заряд эмоций получить, заряд мотивации, чтобы дальше продолжать идти. Потому что достаточно сложно сфокусироваться на одном и делать одно дело снова и снова и снова каждый день. Так вот, описывает про спорт, про семью, как он относится к жизни, как относится к семье, как он относится к детям, как относится к своим проектам. Рассказывает о своем Тиньков-банке, как он пришел к этой идее, как он читает революционный. То, что он сфокусирован и рассказывал. На самом деле, очень интересную вещь я с этой книги вынес. Это я узнал про других людей, которые находятся в России, которые вообще не находятся в медиапространстве, ни в социальных сетях, нигде. Но в этой книге упомянул некоторых людей, которых я сейчас слушаю, читаю про них и так далее. Они на самом деле очень гениальны. И я был не то, что книгой был впечатлен, а то, что я узнал в этой книге от тех людей, которые существуют на самом деле. И просто стоит посмотреть на них и жить дальше, и понимать то, что нужно дальше работать и пахать, и реализовать новые вещи. Вот в целом это такой вкратце мой экспириенс про эти книги. На самом деле, почему я немного книг читаю, на самом деле. Читая в год, может, книжек семь, пять. В основном я слушаю лекции. Потому что не успевают люди переводить книги или читать в оригинале, потому что они очень быстро идут, пока хардкопи придут, они сюда, пока ты их купишь, пока меломани нарвешься. Легче прочитать какой-то блог или легче просто просмотреть лекцию, которая недавно, буквально позавчера вышла в Стэнфорд университете. Ну, это эпицентр всех событий, где происходит. Соответственно, это намного интереснее, проще. И доступно тоже, в принципе, потому что это очень можно быстро сделать, буквально за час-два получить реальный опыт человека. Не просто гипотезы теоретические, которые нужно додумывать самому, но они тоже помогают. Но именно то, что додуманные уже конкретно рассказанные, раскрытые уже тезисы, определенные инсайты определенного жизненного человека. Вот две книги такие теоретические. Малком Гладвелл, Питер Тиль. А это более такая лайтовая, практичная книга, которую можно прочитать и для себя что-то получить интересное. На этом все. Однако, краткость, ваша сестра. Арслан, спасибо, у нас новый рекорд. Это потрясающе. Сегодня Санди заметила, кстати, важную тему о поздравительных тостах. Мы об этом говорили в нашем первом собрании, помните, да? Что, во-первых, мы, как люди, читающие, независимо от зарядки, от пауэрбэнка и от всего остального. А, во-вторых, мы самые замечательные поздравляющие спикеры, да? Потому что тот, кто читает, говорит хорошие тосты всегда, и его почему-то делегируют от компании на всех мероприятиях, как спикер в Сенате за 25 человек. Поздравляйте. Спасибо вам большое, Арслан. Давайте я подытожу, и мы в кавычки возьмем. Сегодня Арслан аудиторию, как и всю читающую в Казахстане, поделил на две полярности. Это та, которая предпочитает классическую литературу, и та, которая проповедует бизнес различные издания. Мы говорили о бизнесе, и Арслан сейчас немножко приоткрыл завесу интриги о том, с какого стартапа начать, какие книги для этого читать, и как правильно деньги после калькулировать. Кто заинтересован вот в этом потрясающем опыте Арслана? Есть вопросы о книге и о бизнесе? О бизнесе и книгах? Есть. Можно я упомяну быстро? Я не делил никого. А я объясню сейчас свою мысль. Я ее дожму сейчас, она зреет. Прошу вас. Ну, реальность такова, что нужно заниматься тем, что приносит тебе сейчас деньги, понимаете? То есть заняться хотя бы с малого и идти туда, куда ты можешь как бы нацельно прийти, да? Ну, моя жизнь такова, что я вот, например, продавал лепешки, да? Продавал там, не знаю, что возможно, что продавалось, да? Что было у меня в кармане, что я мог купить и продать, соответственно. Купи-продай. Наш Казахстан, можно так сказать. Не, ну на самом деле я здесь не... Как зовут еще раз вас? Балаби меня зовут. Нет, я не против вас ничего. Я просто хочу... На самом деле, момент такой, у каждого разные же цели. Кто-то... Опять же... Почему? Вот смотрите, вот сейчас вы скажете человеку, человек хочет открыть, не знаю, электростанцию какую-то, да? Новую, да? Нового формата, там, солнечными батареями, там, наполненная вся. Ну, человек болеет этой вещью, да? И чтобы ко всему этому дойти, и тем более, если он хочет быть, скажем, собственником этого всего. Ну, опять же, момент такой, здесь вопрос эго стоит. Если он хочет быть собственником, тогда вообще ничего не стоит начинать. Нет, я имею в виду то, что бизнеса собственник. Ну, имею в виду просто... Сейчас, опять же, я вам говорю про Питера Тиля, почему пример привожу. Нету такого пути однобокого, то есть, да? У нас, опять же, топорно так не надо там. Все, рубим, короче. С инвестором делали, без инвестора. Ну, как бы, здесь момент такой, да? Не, ну, инвестор... Нет, ну, я сейчас не хочу про инвестора разговаривать, я вообще не хочу об этом разговаривать, вообще ни о чем. Я просто хочу сказать то, что предприимчивость и предпринимательство это и есть, не есть радикализм. Понимаешь? Если я хочу электростанцию, электростанция ради электростанции, ну, есть уже электростанции, понимаешь? И суть в чем нужно сделать Uber, который объединяет все электростанции, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Ну, то есть, я сейчас утрированно говорю, не обязательно Uber, я вообще просто говорю пример. Ребята, Instagram, к примеру, да? Я сейчас привожу, опять же, примеры американские. Почему? Потому что у нас в Казахстане, как вы сказали, там, купи-продай. Ну, реально, мы можем больше вещи делать, намного масштабнее. Я знаю компании, вот, например, у нас 16 миллионов населения. Мы не китайцы, чтобы заниматься купи-продай. Ладно, вы говорите то, что нужно заниматься масштабными вещами, да, в Казахстане? Чуть-чуть лучше голодать. Возьмите вот парня, среднестатистического, 25 лет человеку, хочет дойти до мечты. Кто его профинансирует? Скажите мне. Сам пусть финансирует себя. Сам себя финансирует? Ну, как вы сказали, пусть продает сначала лепешки, год этим позанимается, заработает денег, и потом дальше продолжает заниматься другими вещами. Вот в моем случае, к примеру, да, я стартовал этот бизнес 17 лет, к примеру, да? А родители, ну, реально, это ниже среднестатистического, я бы сказал так, да? Я поступил в Америку на грант, да? То есть, ну, я в конечном итоге не пошел в университет. Я просто поступил на грант ради того, чтобы просто поступить на грант, посмотреть, смогу ли я это сделать. Просто посмотреть, оцениваю ли я себя высоко или низко. Потом я поставил себе цель, ну, получилось как бы по воле Всевышнего достигнуть этого. Ну, потом опять, я начал просто преподавать, давать уроки, по тысяче деньгах час зарабатывать. Я как бы два года этим позанимался, что-то, какой-то капитал, ну, я мог бы пойти к какому-то агашке, но я не смотрел, почему не пошел к нему? Потому что я не знал, что я хотел. И не знал, какую идею революционную хочу предложить. После двух-трех лет работы, после трех часов, трех тысяч часов, я понял, оказывается, в этом вся суть кроется, и теперь мы в этом направлении будем копать, и теперь мы будем делать инновации. Мое мнение то, что человек должен как бы заниматься тем, что ему приносит деньги и, не знаю, планировать. Нет, нет, если даже тем, чем деньги, там даже зарабатывать, к примеру, да, есть такое понятие. Просто нарабатывать опыт, понимаете, чтобы каждый раз, каждый раз… Здесь вопрос такой, здесь такого нету понятия. Деньги и искусство, там, или там, деньги, или там, крутая бизнес-модель, это все в одно идет. Если крутая бизнес-модель, она сама по себе деньги принесет. Вот, к примеру, возьмем Инстаграм. Он вообще ноль зарабатывал, 20 сотрудников работало всего лишь, его купили за миллиард. Вы не скажете, вы не хотите миллиард? Капец как хотите. Мы говорим о разных вещах просто. Вы говорили про, скажем, идею, да, мы начали за идеей вообще общаться. Я хотел просто здесь как бы свое внести, только и все. Ну, конечно, тут у каждого разные цели. Но я к чему говорю? Можно сделать на миллиард, и каждый это может сделать. Просто нужно посидеть, потерпеть. Мы на вот этом кратком диалоге, я думаю, многое подчеркнули для себя. Большое спасибо. Да главное, чем бы вы ни занимались, ребята, лично мое мнение, главное, не распыляйтесь просто. Не распыляйтесь. Будьте сфокусированы. Вот за что взялись, то и до талово тащите. Вот в этом весь принцип успеха, понимаете? Все лузеры, которых я знаю за свои 35 лет, они возвращались ко мне и говорили, Аза, я сейчас другой проект качаю, поддержи рекламой. Я говорю, слушай, ты же год назад занимался лаунч-баром. Что случилось? Он говорит, да этим надо жить. Этим надо жить. Лузеры говорят, этим надо жить, понимаете? Не будьте просто вот такими распыляющимися. Я вон там масштабировался, я вот здесь франшизу купил, вот здесь барбершоп я повесил, а завтра я еще той хану открою. И что, смысл? Смысл? Ты распылил себя на 5 разных секторов, и заправка у тебя поплыла, и ресторан у тебя не качает, лаунч-бар у тебя сдулся, и кто ты? Да потому что этим надо жить. О чем ты думал? Ты год назад о чем думал, когда ты сюда заходил? Я не знаю, я 15 лет тащил то, что тащу, и у меня все получается. И у меня все получается, потому что этим надо жить, ребята. Этим надо жить, не надо распыляться. Я на кратком примере внесу ясность, если позволишь. Я из поколения 80-х, ну и в тот период, когда нас воспитывали книги Чингиза и Тматова, «Плаха» в 9 классе, или «Едольше века длится день» в 8 классе, тогда это все вкачало в меня знание уметь формулировать мысль, уметь ее правильно донести, но то, о чем говорит наш уважаемый спикер, это новая литература для поколения 90-х, которая дает нам рычаги, познания, закачивает теорию, богатый опыт бизнесменов и так далее. Когда мы получаем знания здесь, в модных ныне книгах, используя навыки того, что мы уже получили в 9 классе, мы умеем красиво, четко, с шуточкой в начале все это презентовать. Поэтому продолжаем. Спасибо большое. Спасибо. Я просто невольно краткий случай вспомнил. Мы с дочерью каждый выходной слушаем радио «Одиссею» на 102.7, это радио «Классика». И там рассказывают народные сказки, казахские сказки на казахском языке, разные-разные-разные. И мы с ней слушаем уже год, все эти сказки по выходным, а прошлые выходные мы с ней стали сочинять эти сказки. То есть я загружаю диск с классической музыкой, и мы с ней, разгоняя воображение, придумываем сюжеты. Когда Хан Шатер ровно стоял, это же очень давно было, как будто бы, и мы начинаем эти сказки придумывать. И тогда я понял, что оказывается, книги как ни что иное наше воображение развивает. А уже потом мы понимаем, что оказывается, и в бизнесе можно его применить, можно и там, и там, и там. Потому что правильно сейчас наш предыдущий спикер заметил? Я тоже раньше страдал вот этой проблемой. Когда в эфир выходишь на радио, хочется же не пресно разговаривать, не шаблонно, не трафаретно. Хочется же нести какую-то мысль, которая, ну, вроде бы как, привлекает внимание слушателя. А на самом-то деле зреет дистанция между тобой и слушателем. Ты уже не досягаем, ты же уже непонятен для него. Зачем? Зачем все это, да? Я теперь выхожу в эфир и говорю, да, я сегодня кредит не успел заплатить. Я могу рассказать, что у меня в холодильнике. И это правда. Это волнует нашу аудиторию. Мы никогда ничего не скрываем ни для себя, ни перед кем. И поэтому этим надо жить, друзья мои. Сейчас вот мне не даст соврать, кстати, да? Прекрасные наши гости. Автор, фрилансер, создатель блога iBookU. Это основатель книжного портала. Наша дорогая Шарипова Марина Аскаровна. Здравствуйте. Спасибо большое за то, что вы пришли сегодня на BookDating. Спасибо большое Санди и Арслану за такие зажигательные выступления. Я пока сидела, ерзала на месте. Мне так хотелось тоже вступить в беседу. Потому что очень-очень вдохновляюще, мотивирует. И это очень классно, что возникают такие дискуссии. То, что вы задаете вопросы, не соглашаетесь со спикерами. Это очень хорошее качество. Важно уметь подвергать все сомнению и не соглашаться. Это вообще базовый принцип критического мышления, который вам поможет в жизни. Немножко расскажу о себе. Пустили уже таймер. Меня зовут Марина Шарипова. И я, наверное, тот человек, который распылялся всю жизнь, потому что по образованию я экономист. Я работала на телевидении. Я пыталась тоже запускать стартапы. Я в итоге нашла себя в качестве автора, редактора. Я не скажу, что я чистый журналист, потому что я никогда не училась на журналиста. Но я говорю, что я специалист по digital media, потому что мне очень нравится записывать ролики в YouTube. Мне очень нравится вести социальные сети, делать репортажи. Причем, если раньше я тоже, как и многие, в детстве мечтала попасть в телевизор, брала там газету, зачитывала новости, и в итоге я попала через кастинг, прошла на канал HitTV. Вот сейчас, в 2017 году, для того, чтобы запустить собственное шоу, вам нужен только смартфон и регистрация на YouTube. Все упростилось, и это очень классно, что сейчас есть столько возможностей. Когда меня позвали создатели BookDating сюда и сказали, что я должна рассказать о трех любимых книгах, то это было очень сложно, потому что у меня больше любимых книг, чем три. В прошлом году я прочитала 50 книг, и это, наверное, мой рекорд, ну, потому что я, ну, не считая школьных лет, потому что тогда я вообще в запой читала книги, вот, просто начала вести учет. И сегодня формат не вписывается, потом я могу рассказать вам о том, как мне удалось это сделать, и потому что я комбинировала разные техники, я слушала аудиокниги, и на букмейте со смартфона читала и электронные книги, и бумажные книги. Вот. В итоге вот моя любовь к чтению с детства, да, она заложилась благодаря родителям, ну, и, наверное, благодаря характеру. Я вовсе не делю людей на тех, кто вот читает умные, не читает глупые, абсолютно нет, это вообще неправда. Вот. Но есть люди, которые любят смотреть сериалы, да, например, есть люди, которые любят читать книги, есть люди, которые… Есть предрасположенность к спорту, они обожают спорт, да. Поэтому вот я, наверное, тот человек, который с детства просто любил книги, и я тоже зачитывалась и Айтматовым, и Графа Монте-Кристо, и хотела, конечно… Обычно, когда меня спрашивают, я говорю о классике, да, потому что это немножко такой guilty pleasure, да, говорить о том, что я люблю скандинавские детективы, что я их там за поем читаю, ну, естественно, на такой встрече я не могу вам посоветовать, да, вы скажете, ну, что это за глупости она советует. Вот. Поэтому я тщательно выбирала книги, о которых хочу рассказать. Первая книга — это Крис Хэтфилд, руководство астронавта по жизни на Земле, чему научили меня 4000 часов на орбите. Вот, смотрите, сейчас такая тенденция, что самые популярные книги — это вот издательство «Ман Иванов и Фербер» и «Альпина Паблишер». Это мотивирующие книги. В основном эти книги с запада приходят к нам, да, и это вот и «Гений-аутсайдеры», и куча-куча других книг, там и «Тони Шей» про запас, и «Карандаш надежды» Адама Брауна, то есть где успешный человек делится с вами своим успехом, ну, своим успехом тем, как он пришел к этому. Это очень полезно читать, но этого, конечно, недостаточно, да, ну, тоже, если мы говорим об общей картине, нельзя стать успешным, просто прочитав книги. Вы все это знаете, нужно пробовать. Почему я выбрала именно эту книгу? Потому что, смотрите, вот, как Арслан говорил, да, мыслите шире, то есть мыслите о том, что там, например, ну, вот мы все знаем Руми, да, например, Куаныша Шумбае, казалось бы, плов, такая базовая вещь, но он при этом расширяет границы, да, он не просто продает плов, он продает казахское гостеприимство, он пытается построить академию. Тот же самый Рамиль Мухаряпов, да, казалось бы, первый его сервис, купонный сервис, да, но при этом он строит империю. Российский бизнесмен Аяз Шабуддинов начал с кофе-лайк. Кстати, Арслан очень похож на Аяза и внешне, и вот, потому как выступает. Вот, он начал с кофе, а, начал с хостелов, потом с кофе, то есть у него огромный конгломерат. То есть важное, да, самое важное, это мыслить очень широко и масштабно. И представьте, вот тут человек, Крис Хэтфилд, канадский астронавт, он мечтал полететь в космос. Вот кто из вас реально мечтал полететь в космос? И вы до сих пор мечтаете. Вы мечтаете полететь на Марс, то есть дожить до того, когда там Илон Маск, например, запустит что-нибудь, и мы будем летать на Марс. Вот, Крис Хэтфилд, у него не было ни одного шанса стать астронавтом, потому что он был канадцем, и в НАСА принимают в основном только американцев. Но при этом он лет восемь-девять, он просто увидел сюжет или что-то, я не помню, у него появилась мечта. И с этого момента он стал жить, он каждый раз, когда он делал что-то, он говорил себе, а как бы поступил астронавт на моем месте? То есть мне кажется, это такая важная мысль. Если, например, вы мечтаете стать телеведущим, то задавайте себе вопрос, а как бы поступил телеведущий на моем месте? То есть вот этот примерять на себя костюм этого человека, которым вы сейчас не являетесь, но которым вы хотите стать. И вот Крис Хэтфилд с детства, он всегда, например, он идет в школу, а как бы там шел космонавт на моем месте, ой, астронавт. Астронавты — это то, как в Америке называют, космонавты — это как у нас. Это я узнала, прочитав эту книгу. Эта книга написана очень простым языком, потому что Крис, он не писатель, он астронавт, но в ней очень много жизненной мудрости, потому что, да, сейчас мы все хотим очень быстро заработать, мы все там идем в какой-то проект, да, ой, два-три месяца, неинтересно стало, бросаем, да, не можем себя найти. А тут представьте, человек не просто мечта, он осуществил свою мечту, и это требует такой терпеливости, потому что ты можешь всю жизнь готовиться стать астронавтом, но при этом ты можешь не полететь в космос. И вот ты заранее себя обрекаешь на провал, да. Об этом, кстати, Хакамада тоже пишет, что если у вас есть какая-то такая глобальная цель, заранее вот обреките себя на провал, что все, вот я проиграл, ну я буду действовать дальше, я буду идти дальше, да, я буду. То есть для меня важен именно этот опыт. В этой книге много интересных случаев, то, как он полетел в космос, то, как его семья поддерживала, то есть там семья вообще привыкла, что папы постоянно нет дома, вот, банки из космоса уже для них это ничего такого не было, ну удивительного, да. Они там, друзья все, отправляли какие-то вещи, часы, кулоны в космос, а потом Крис прилетал обратно и давал, и они ходили, вот мой кулон побывал в космосе. То есть таких вот вещей очень много в этой книге. Мы вот обсуждали ее на нашем книжном клубе, в iBook, у нас есть в Алмате книжный клуб, где мы обсуждаем разные книги, читаем вместе. И все признали, что книга мотивирующая, но сложно ее читать, потому что, ну, здесь нет захватывающего сюжета. Здесь, например, рассказывают о том, как вот они были. Они вышли вот в открытый космос, какую-то деталь там подправить, и ему, у него начал щипеть глаз. И вот что ты вот сделаешь, когда ты находишься в открытом космосе, да, и он не знает из-за чего. Он просто зажмурил его и чуть ли не вслепую, то есть он видит, что его напарник там работает, он не может просто сейчас вернуться, да, и сорвать эту всю операцию. Вот, потом они вернулись, взяли пробы из глаза, да, там ватной палочкой, отправили в лабораторию, отправили на землю, и выяснили, что это, знаете, такая маленькая деталь, когда он натирал щиток, потом он, видимо, не так хорошо натер вот этим определенным средством, потом он надел, и капелька пота, или вот как капелька воды попала туда, и вот она блуждала по этому скафандру, и попала ему в глаз. И после этого они переписали инструкции. То есть, как сам Крис говорит, все инструкции НАСА написаны кровью. То есть, естественно, там умирают люди, естественно, случаются катастрофы. И когда астронавт читает эти инструкции, он знает, что действительно нужно им следовать, потому что иначе я могу умереть. И тут еще очень важно примириться со смертью, с тем, что ты не вернешься, с тем, что запуск, да, ну вот вы знаете, что запуск и посадка — это самое сложное, вот, и действительно, когда вот может случиться катастрофа, ты при этом жертвуешь собой. Также смешные моменты, у меня хорошо слышно, да? Смешные моменты были, когда он рассказывал о Байконуре. И это очень, знаете, так тепло читать про вот казахскую землю. Оказывается, все делегации астронавтов прилетают с семьями, там у них целая тусовка, там каждому астронавту по 20-30 друзей прилетает, родственников, они добираются, черти как, вообще оттуда с Канады, с Америки. И в Байконуре там есть вечеринки, оказывается, там есть ночные клубы, где вот они все зажигают. И очень много традиций. Это так смешно, эти люди ученые, да, они двигают науку вперед, они ставят там эксперименты, они по полгода проводят на МКС для того, чтобы вот собрать какой-то материал, да, передать это на землю и чтобы вот сделать какие-то опыты. Но при этом приходит священник, который святой водичкой вот так вот все там окропляет. Они присаживаются на дорожку, то есть они говорят, это все наша традиция, русская традиция, и все равно, что вы там ученые, мы должны посидеть. Смотрят обязательно белое солнце пустыни, то есть все родственники, представляете, все канадцы смотрят белое солнце пустыни. Они не знают, зачем это нужно, но это традиция. Они такие суеверные. Когда они поднимаются вот на свой корабль, там кто-то из чиновников должен пнуть под зад каждого астронавта, это тоже традиция. И это вот на самом деле так забавно читать. Но при этом тут есть еще такая рациональная мысль, мне кажется, я про каждую книгу буду 15 минут говорить, извините. Он рассказывает такой случай, казалось бы, небольшой. В общем, его, как известного астронавта, приглашают на разные тусовки, концерты, выступить с мотивационной речью, еще что-нибудь. И вот он узнал, что там на концерте, где он будет, будет выступать Элтон Джон. И он такой, ага, там будет Элтон Джон. А вдруг, вдруг он попросит меня спеть. Он же знает, что я играю на гитаре. Кстати, кто не смотрел в Ютьюбе ролики Криса, где он играет на гитаре, где он показывает, как умываться, обязательно посмотрите. У него даже клип есть. И, представляете, он начал готовить песню, никому не сказав. Ему было даже стыдно самому признать, говорит, ну вдруг. И то есть вот это качество астронавта, даже если, знаете, односотая вероятность того, что что-то случится, я должен быть готов. Я должен быть готов. Я должен быть готов на сто процентов, чтобы я не ударил в грязь лицом перед Элтоном Джоном. В итоге он разучил эту песню. Все. И тут его с женой за кулисами подводят, говорит, это вот Крис Кэтфилд, познакомьтесь, это вот Элтон Джон. Все, здравствуйте. Ну, Элтон Джон сказал ему пару фраз и ушел выступать. Но Крис говорит, я все равно был рад, что я выучил эту песню, и если бы что, я бы не опозорился. То есть вот это тот подход, который нам всем нужно воспитывать в себе, да. Вот книга «Магия утра», которую я сейчас читаю, там есть такая фраза, то, как ты делаешь что-то, это то, как ты делаешь все. То есть сегодня опоздал, каждый раз опаздываешь, а почему ты завтра думаешь о себе с президентом встречи, а почему ты не опоздаешь, да. Вот для меня такой стимул, вы все, наверное, знаете, Дану Орманбаеву, это вот тоже моя ролевая модель, можно сказать. И один раз мы с ней по интернету переписывались и договорились встретиться на кофе. А я читала ее книги, я знаю, что она никогда не опаздывает, она такая вся, у нее такие правила, она очень ревностно так относится к лжи, вот, ну, вот ко всему, там, пунтуальность очень важна на нее. И я приехала на встречу за 15 минут раньше, хотя я всегда опаздываю. И когда я куда-то опаздываю, я себе говорю, а что если бы у тебя была встреча с Даной? И я вообще все, у меня все меняется. Вот. Следующая книга, о которой я хочу рассказать, это художественная книга, маленькая, нет, «Маленькая жизнь», не «Маленькая страна», Хания Янагихара. Кто слышал об этой книге? Ага, кто читал? Никто не читал. Эта книга не из тех, что рекомендуют на таких встречах. Вот серьезно. Это не из-за того, что я считаю себя там умной или еще что-нибудь, потому что она неформатная, она художественная. Это огромный роман, 900 или 900 страниц. Сейчас вот я разговаривала недавно с писателем Даниаром Сугралиновым, автором книги «Кирпичи» и «Левелап», и он говорит, что сейчас сериальное мышление, потому что книгам приходится конкурировать с Ютьюбом, с Вайнерами, с Инстаграмом, и поэтому мы смотрим «Игру престолов», потому что вот сериалы, сериалы, мы не хотим привыкать к новым авторам. Ой, к новым авторам, к новым героям. А вот это, представляете, такой том толстый, и нужно его осилить. Мы тоже читали ее в клубе. Это очень тяжелая книга. Автора Ханя Енагихар, это ее второй большой роман, чем-то напоминает «Щегла», «Донны Тарт», это вот сенсация 2015 года. Эта книга вышла тоже в 2015 году и только в 2017 стала популярной у нас в Казахстане, переведена была на русский язык. История о четырех друзьях. Казалось бы, ничего такого особенного. Они живут в Нью-Йорке. Они все вот… Один юрист, второй художник, еще что-нибудь. Но с первых страниц ты понимаешь, что это Нью-Йорк. Кто был в Нью-Йорке или кто смотрел фильмы, вы сразу поймете, что это Нью-Йорк, это вся арт-тусовка. Они живут совсем не как мы, не потому что у нас маленькие города, а потому что, если вы читали «Драйзера, гений», то вы поймете, что это зарождалось давно. То есть ничто не может появиться на ровном месте. На ровном месте у нас что-то Тарантино не появится. Это должно пройти сколько-сколько лет, сколько ты должен всего отснять, чтобы приблизиться к уровню Тарантино. «Маленькая жизнь», не зря так называется, это большой роман о маленькой жизни, о том, которая есть у нас. И вообще с этими четырьмя друзьями что только не случится. И это чем-то напомнила мне ремарка «Три товарища», но в более современном контексте. То есть здесь есть все нотки современности, и наркотики, и гомосексуальные связи, и артусовка, и педофилия. Этот роман тяжело читать, он очень тяжелый. Все, кто его читал, все плачут. Но пропуская это через себя, ты понимаешь, ты находишь в себе какие-то… Я, например, вспомнила какие-то забытые давно детские травмы. Даже не детские, а то, что я задвинула куда-то на чердачок своей памяти и не желала себе признаваться. Поэтому вот эта книга стала для меня таким мощным психотренингом, и каждый увидел в ней свое. Мы потом собрались в клубе, и каждый рассказал, что для кого-то это было о любви, для кого-то об отношении родителей к детям. На самом деле все идет из детства. Недолюбленный ребенок все равно будет чувствовать это все на протяжении всей своей жизни. Поэтому у кого, кто планирует заводить детей, у кого есть дети, просто любите своих детей, потому что тут есть чувак-герой, у которого не было вообще родителей, он страдал всю свою жизнь, но у него очень тяжелая судьба. Есть человек, у которого полная семья, благополучная, но отец не верил в него никогда и подчеркивал это. И в итоге вот эта травма осталась у него на всю жизнь. Теперь третья книга. Тут уже немножко полегче. Пиши, сокращай, Максим Ильяхов. Максим Ильяхов — это главред, тот самый главред. У него есть сайт главред.ру. Вообще восхищаюсь Максимом. Вот как Тиньковым, наверное, восхищаются, Илоном Маском. Я восхищаюсь Максимом, потому что вся моя работа, вся моя деятельность, она связана с текстами. Но эта книга, она будет полезна не только журналистам, авторам, но также всем нам. Кто из вас не ведет Инстаграм, кто из вас никогда не вел какой-нибудь профиль, не знаю, там тетя печет торты, и вы помогаете по СММ, говорите, о, все, я там в Инстаграме сижу, давайте я буду вести ваш профиль, мы будем продавать торты. И вот вы начинаете так, а что писать, а как писать? Ведь в таких профилях огромное количество. Там Астана Бейкери 1, Астана Бейкери 2. Как писать? И вот эта книга как раз-таки учит вас писать тексты, убирать все лишнее. Вот как Санди говорила, что там министерства могут давать пресс-релиз с такими сложными словами, да, и нужно это все упростить, нужно убрать вот это все и действительно написать, ну, или рассказать так, чтобы поняли все. Как вот недавно услышала у одного спикера, расскажите свою бизнес-идею семилетнему ребенку за 90 секунд. Не смогли, значит все. То есть вы должны рассказать свою идею семилетнему ребенку за 90 секунд. А что для этого нужно? Упрощать. Упрощать слова. Вот начинающие авторы, так как я редактор, они так любят вот нагромождать предложения, они так хотят вот красивым сделать текст, витиеватым. Это все не нужно, это все приходит с опытом. Чем проще, тем лучше, но при этом вот так, чтобы цепляло. Эта книга, это учебник, ее обязательно нужно покупать в бумажном варианте, и сам автор пишет, что в электронном ее нет. Если вы нашли в электронном, это пиратство, ее нужно действительно брать и делать, то есть как упражнение по русскому языку. Я обожаю язык, обожаю тексты, обожаю ковыряться в текстах, писать, поэтому это мое такое настольное пособие. Я до сих пор ее не дочитала, но я постоянно возвращаюсь, там какие-то пометки делаю. И обязательно, если вас заинтересовало, если вы хотите уметь красиво писать, то подпишитесь на сайт главред.ру, у него проводятся курсы различные, причем такие очень жесткие, я до сих пор не решаюсь туда пойти, потому что там вылет, если там не выполнил задание, то сразу вылетаешь. И телеграм-канал тоже главред, так что подпишитесь, для того чтобы, даже если, как я говорю, вы не писатель, вы не журналист, вам все равно это нужно, потому что нужно уметь грамотно разговаривать, доносить свою мысль, это нужно всем, и предпринимать, и даже если вы лепешки продаете, вам это нужно, убедить клиента, написать продающий текст. Вот все три книги, о которых я хотела рассказать, я могу говорить о книгах очень-очень много, я бы хотела с вами, с каждым, конечно же, пообщаться, поговорить, я думаю, у нас будет время. Повторю вопрос, есть ли один источник, где я узнаю о новых книгах. Нет, одного такого источника нет, я подписана на многих книжных блогеров, и в России это очень такое сильное движение, там есть буктюберы, букблогеры, они все друг с другом общаются, у них фотографы потрясающие, они так книжки фотографируют вот в Инстаграме. Вот, кстати, почему мы начали iBookU развивать в Инстаграме, вот, наверное, по примеру российских своих коллег, потому что это место, куда вы все приходите, листаете ленту, пока ждете что-то, и вот, чтобы там не были бесконечные селфи, вы видите там iBookU, и какая-то книжка вас наверняка зацепит. Само я не читаю очень много книжных рецензий, но бывает, что отовсюду узнаю о книгах, там раз, увидела на каком-то сайте, в Инстаграме, кто-то посоветовал, все это записываю. Очень удобный сервис есть Goodreads и BookMate. Вот, Goodreads, это такая социальная сеть для книголюбов. Вы там можете просто помечать книжки, want to read, и вот когда у вас такой ступор, чтобы почитать, у вас уже есть готовый список. И в BookMate то же самое. В BookMate можно читать книги, оформить подписку и читать со своего смартфона. Ага, так, спасибо. Хорошо, я сейчас как раз к вам направляюсь, проверю сигнал микрофона, он у нас сегодня нестабилен, но вроде бы как внесли корректировки. Как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Индира. Я бы хотела такой вопрос задать. Я давно очень слежу за вашим Инстаграмом, iBook, на книгообменах ваших всегда участвую, очень нравится. Скажите, в Астане вы планируете открываться? Просто вы приезжаете всего лишь два-три раза в год. Ну, немного нас радуете. Открывать, в смысле проводить книгообмены здесь? Сменить локацию, по-видимому, Марин. Ну, смотрите, iBook.io этот проект вообще не привязан к какому-либо месту. Это онлайн-проект, и так как у меня был опыт создания онлайн-проектов, я там блогером все время была, писала, вела различные блоги, поэтому я решила начать вот с привычного, с онлайна. Но мы вышли в офлайн, в Алма-Ате, начали проводить книгообмен, встречи, потому что вот все-таки нужно встречаться с читателями. Поэтому если кто-то из вас запускает какой-то онлайн-проект, неважно, вы там торты печете, лепешки, у вас там вы коуч, или еще всегда выходите в офлайн, всегда встречаетесь с людьми. Так вы с ними установите крепкие связи. К сожалению, не удается приезжать очень часто в Астану, на экспо я так и не попала, хотя мы с Майей вели переговоры с букдейтинг. И в прошлом году мы приезжали на книгообмен. И знаете, такой эффект, не хочу хвастаться, но до этого книгообмен тоже проводили наши ребята в Астане, у нас был тут филиал. Но так как, видите, это больше хобби, оно, конечно, монетизируется, но не настолько, чтобы полностью им заниматься. В этом году iBook 4 года, и раз он до сих пор существует, это значит, кому-то нужно. То есть проходил книгообмен очень хорошо, но потом ребятам стало некогда, они занимались своей работой. И мы с Айной, с моим партнером, подругой, мы приехали в прошлом году в Астану, очень долго готовились, потому что это мероприятие все-таки требует больших затрат, энергозатрат, ну и финансовых. Мы несколько месяцев готовились, приехали, и нам все говорили, да вы что, в Астане вообще не ходят на такие мероприятия, меняться книжками, кому это нужно, к вам никто не придет. Все говорили мне так, и пришло там 200-250 человек, и они действительно говорили, мы читаем вас, вот вы, Айна и Марина, мы пришли именно к вам. Мы поняли, что вот важно, и вот вам всем, вот я говорю, если вы запускаете какой-то бизнес, всегда вот нотку личного бренда, да, вот то, что сейчас популярно, да, всегда вот, ну не бойтесь о себе заявлять, строить свой бренд, потому что люди доверяют бренду. Я это несколько лет назад поняла, когда я запустила первый блок iBagU о сумках, он был вообще на какой-то бесплатной платформе, просто мое увлечение, я работала в банке, и решила вот, ну про сумки писать, потому что я хотела стать фэшн-блоггером, фэшн-блоггером, но их очень много, ну какие нишу нужно свою выбрать про сумки, ага, никто не пишет, и все, давай там обзоры, как хранить, там все такое, там ходила на недели моды, снимала всех, вот, и никому не говорила, что это я, и такие были просмотры у блога, не очень, не очень все хорошо шло, мне было так стыдно как-то говорить об этом, я же в банке работаю, что там какие-то сумки, да, вот, и когда я сказала, что это я, это я, то сразу стала узнаваемость больше, я стала ходить на вот эти недели моды, говорить, вот я Марина, я представляю блог I beg you, и фотографировала людей, выкладывала отчеты, то есть по сути, вот я сама себя вырастила, я сама придумала себе работу, я сидела в декрете, думаю, а чем мне заняться, надо, ну работу не хочу идти, и надо придумать самой себе работу, и вот таким образом, в общем-то придумывалось, что стали меня приглашать уже на работу, там, там, и все такое. Целая книга, Марин, правда, целая книга, ну просто, Айгерим, хотелось бы, чтобы вы жили в Астане, вот в этом был, да, в этом была конструкция вопроса, но поглядим, увидим, если бы я жила в Астане, конечно, я бы здесь все это проводила, и встречи, и книгообмены. А пока вы онлайн, и на этом спасибо, это уже полезно. Еще, у нас есть время на один вопрос, друзья. Я видел, что вы сомневались, но хорошо, что решились. Хотела дать возможность другим задать вопросы. Добрый день, меня зовут Самала, я очень благодарна всем за такую встречу, за Матвам, спасибо. Астана Жастаре, всем спикерам, благодарю. И у меня вопрос такой, знаете, не только к Марине, но и к Арслану, и Санди, мне кажется, немножко ответила на этот вопрос. А вот как вас воспитывали родители, вот Марина тоже упомянула, что это благодаря родителям, мне кажется, все равно это все закладывается с детства. Как вас воспитывали так, чтобы вы стали такими людьми? И как вы, это уже больше к Марине, как вы воспитываете своих детей, чтобы, ну, как бы продолжить, что ли, это вот, и расти дальше, как личность, и как мать? Вот в такой сфере хотела задать вопрос. Спасибо. В общем, когда у меня родились дети, и моя сестренка задала мне вопрос, а представляешь, твои дети не будут читать, ты же айбукью, как ты это переживешь? Я такая вот, о, как так? Потом говорю, ну, ничего страшного, потому что я говорю, я не оцениваю людей по прочитанным книгам, абсолютно. Как родители воспитывали меня? Просто покупали книги, покупали, покупали, дедушка записал мне в библиотеку, я ходила в библиотеку. Вот. Возможно, если бы тогда был YouTube, Instagram, все такое, да, я бы, наверное, туда бы вот отвлекалась, но в моем детстве не было это ничего, и вот я просто любила читать. Я очень любила сказки, и вот совет тоже, если вы хотите приучить кого-то, ребенка, да, пусть читают, или себя, читайте только то, что вам нравится. Вот нравится вам читать Донцову, ну, и читайте Донцову, да, ну, да, это там стыдно, кажется, вам это нужно читать, там, Диккенса, Тиккерея, да, или там, можно читать то, что хочет, и таким образом вы себя воспитываете. Вот я серьезно себя вот в литературном плане воспитала, я начинала там с какой-то легкой литературы, потому что сложнее, 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 вот, потому что это навык, чтение — это навык. Вот спрашивают, как начать больше читать? Просто читайте, и все, это навык, это как спортом заниматься, вначале не хочется, блин, так сложно, так тяжело, все болит, а, книга, я засыпаю, не хочу читать, это навык, вы вот читаете одну, вторую, иногда послевкусие такое остается, иногда все, следующую нужно, все, следующую читать, погружаться, вот, это навык, поэтому детям своим я тоже покупаю книги, они очень любят, пока еще сами не читают, любят листать книги, ну и важно, естественно, читать самой, видеть, чтобы они видели, что там мама, папа читают, вот, и я читаю им, это вот такая вот обязанность родительская, которой нельзя пренебрегать, хочется пренебречь, хочется посидеть в сотке, там, отдохнуть, да, не хочется читать им на ночь, ну вот надо, все равно вот себя воспитываю, я, наверное, передам слово, да, Арслану тогда и Санди, пусть ответит на этот вопрос, хорошо, у нас сегодня шикарные спикеры, я с удовольствием прям всех слушаю, редко меня привлекают внимание, ну вот Азамата сегодня вот открыла с новой стороны, и хочу пригласить, вы меня знали с плохой стороной, с новой стороны, спасибо, я вас открыла, у вас новые грани, скажу, я вот хотела вас пригласить на мастер-класс к нам в телелабораторию, большое спасибо, я с удовольствием, я только с удовольствием, я вас с удовольствием послушаю, что я хочу сказать насчет книг, да, книги, они разные, и в разных ситуациях мы хотим читать разные книги, в детстве, да, нам в школе как давали список, мы пошли на каникулы, это только название, 30 книг, которые мы должны прочитать, а учитывая, когда у тебя синдром отличницы, ты, естественно, находишь время, я помню, скоро Лютухара, а дом у нас был частный, большой, работы много же, обычно кто-нибудь увидит, Санди, сделай вот это, вот это, и ты пряталась в шифонере, чтобы тебя никто не видел, там фонариком читала, был и такой период, было, что во время беременности, вот мне не стыдно, например, я прочитала, романтическая, наверное, я прочитала 50 оттенков серого, кстати, книга намного интереснее, чем фильм, рекомендую девочкам почитать, ну, иногда хочется и такое почитать, что еще, ну, родители, да, покупали, очень много книг покупали, кстати, вот у кого есть дети, подростки, папа, я помню, купил книгу, такую вот большую, яркую, ну, даже не книга, толстый журнал, называлась детская сексуальная энциклопедия, о том, как нам воспитаться, да, то есть мы же должны знать, откуда появляются дети, это все нормальные вопросы, которые обычно дети, подростки задают родителям, они, наверное, решили себя оградить от этих диалогов, и купили нам энциклопедию, оставили у нас в кабинете, на столе, и мы, естественно, листали, она была прям с яркими, интересными иллюстрациями, вот если вам, у вас есть детки, то вот вам подсказка, да, такая, ну, а что касается становления, как личности, вот сама я хотела ответить на ваш вопрос, мне было 5 лет, это в 80-м году, и у меня была замечательная, куда берез аган ажишка, и моя ажека всегда мне говорила, о сумен анказом астанада адрада, в 80-м году, о сумен анказом жулдас булады, насколько я стала жулдас, это, конечно, решать вам, я всегда на этот вопрос отвечаю в интервью так, нельзя сказать, вы считаете себя звездой, мне кажется, это самый глупый вопрос, решают люди, зрители решают, кто для вас звезда, кто нет, раз вы пришли, наверное, я для вас личность все-таки состоявшаяся, да, а то, что касается астаны, все-таки ажека, наверное, она вот воплотила, я рано вышла замуж, да, в 18 лет, в 19, почти в 20 я родила, и я понимала всегда, что я должна стать личностью, мои ровесницы, конечно, они счастливы в браке, у них пятеро-шестеро детей, у многих моих одноклассниц, да, они по-своему счастливы, но я всегда считала, что я должна стать личностью, и поэтому сегодня у меня есть, как сказать, вот если переводить ваши слова, я сегодня трижды счастлива замужем, получается, и в Минюсте, и с телевидением у меня уже 15-летний брак, крепкий, и шестилетний с Министерством юстиции, и три года я замужем за своей телелабораторией, конечно, в каждую работу я вкладываю свое сердце, любовь и душу, это самое главное. Ну, браво, просто браво, Арслан, в двух-трех... Я перезагружу вопрос, в общем, что родители вложили в процессе воспитания, когда она отразилась по литературе в целом? Ну, на самом деле, очень сильное влияние оказала мама, ну, просто... У нас никогда с ней конфликтов не было, она всегда аргументировала, я всегда рассказывала многие вещи, как только такое, как сейчас это трендовая вещь, называется storytelling, но она тогда уже, когда мне лет пять уже было, применяла, то есть, когда мне три-четыре года было, мы ходили в магазин, я хотел игрушку себе купить, но на тот момент мы не могли себе позволить игрушку, она всегда объясняла мне, аргументировала, делала такое понятие, как из экономики приводила примеры, хотя она без образования вообще, ну, и в конечном итоге она рассказывала то, что можно купить игрушку, можно хлеб взять, который можно так-то, так-то, так-то и получить такую-то пользу, ну, и в конечном итоге она объясняла мне, я понимал, почему причина, то есть, не было никаких абсолютно таких, никогда она не осуждала меня, не критиковала, ну, и в конечном итоге, что это получилось, потом она очень сильно контролировала, когда меня отдала на фортепиано, на спорт, на спортивно-бальные танцы, на вокал, ну, и в конечном итоге развивала у нее искусство, потом отдала в другую сферу, и в конечном итоге постоянно, очень сильно меня тренировало в этой сфере, и в конечном итоге, так я пришел к прямой независимости, потом она воспитывала, воспитывала и в конечном итоге привела к такой. Пока отец зарабатывал деньги, она воспитывала меня. Ну и помимо меня еще двух старших братьев. Большое спасибо. Мы исчерпали сегодня максимально все вопросы, которые прозвучали под занавес. Друзья, мы все-таки открываем новый сезон, и на эту тему есть что сегодня поведать непосредственно руководитель учреждения, которое нас здесь регулярно собирает, поэтому давайте поприветствуем. Это руководитель Астана Жастара, Болзбек Мухаммеджан Абдяшимович. Давайте поприветствуем, вот он уже здесь. Здравствуйте. Жақсы Рахмет. Какой еще день? Арымсыздар, белькей. Китап, кумар, китап, сиюер, қауым, дейминг келет. Бүнгі қонақтар, бүнгі спикерлер. Мұна жаңадам бертыңдаватыр, мөте керемет осындай сөздер айтылып жатыр, китаптар туралы жақсы, сөздер, китаптарын тақырыптарына шым жатыр. Бірінші ден сөздің бастамасы бұрын, Сегодня я спрашиваю мне преследовать многие слушатели сегодня. Здесь я учусь, как сегодня мой десерт. У меня есть участие, но это время получалось. Но я задержался по-настоящему, приведу её на муке. Посоветов. Надина, а если наш канал, куда-то начал Мадина. Сегодня я уже прошу. Спасибо. Как ты делаешь вопрос. В нашей эрыхе, в чрезвычайном instituto, мы нашим нашим динамичным. Мухаммана Хорошенко, Бråшеки Нашилландина. Мы нашим динамичным динамичам, которые были вшими дверцами, грандиактами. Мы нашли воодными динамичами. Все в том, что мы нашли волнен, и нашли в gobier a state, чтобы они были в правильном динамичке. Это очень важно. Он создавал книжку, и он создавал книжку, и он создавал книжку. Я сегодня, сегодня, Астана Каласа, Амин Шаев, Кирмек Амирхан, я иду, я иду. Я иду. Я иду. Я иду. Это прорывы, я иду. Мы с вами обращаемся, мы с вами все равно обращаемся. Продолжение следует... Организаторы присутствуют, да? Есть идея 30-го собраться сентябряного ЦЗ. Здесь же, скорее всего, время будет сообщаться дополнительно на социальных сетях. Там и, кстати, оживленные дискуссии произрастают. Касательно наше собрание всегда участвуйте в дискуссиях, ну и оставляйте свои впечатления от каждых наших посиделок. А сейчас церемония награждения. Это спикером, ну и общая фотосессия там у баннера, где мы, кстати, возобновляем наш челлендж. Это, кстати, модераторы объяснят, это новый виток наших с вами книжных событий. Все, кто в челлендже участвует, поощряются по умолчанию. Всем спасибо, большие наши благодарности спикерам в отдельности. Всем спасибо пришедшим. Вы нашли не только время и стремление, а самое главное, вы нашли желание стать лучше. И вы таковыми становитесь. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!